Жители Ненинского округа меньше чем за неделю собрали необходимую сумму для лечения трехлетней Лизы Михальченко. Это 300 тысяч рублей, которые перечислили 269 человек. Напомню, девочке с диагнозом ДЦП необходима реабилитация в московском центре Натальи Пыхтиной. Там в июне Лизу не только поставили на ноги, но и научили ходить. Для того, чтобы закрепить результат и дать возможность Лизе ходить без малейшей поддержки, необходимо пройти еще курс лечения. Перед поездкой девочка вместе с мамой активно тренируется, выполняя необходимые упражнения. К домашним заданиям теперь добавились и занятия в комплексном центре социального обслуживания. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, ой, ой. Ни дня без массажа и специальных тренировок. Трехлетняя Лиза Михальченко успешно выполняет упражнения. Помимо домашних заданий, которые с девочкой ежедневно делает мама по рекомендации специалистов центра Натальи Пыхтиной, где в июне она прошла курс реабилитации, теперь с Лизой занимаются и специалисты комплексного центра социального обслуживания. Но цель для всех одна – закрепить результат, полученный благодаря лечению в столичном центре. Каждый день всё больше и больше какое-то открытие, движение, смелость у него является. Лиза, ты покорительница? Да, скажи, я стою и покоряю новые вершины, да, Лизочка, воистину так? Умничка. Преодолеть подъём и спуск с горки, перешагнуть через препятствия и приползти через надувную бочку, а после покататься в ней для тренировки вестибулярного аппарата. 20-минутная тренировка для Лизы – сплошное удовольствие, благодаря усердию и старательности девчонки. Спуститься по такой горке – это не каждый здоровый ребёнок сможет, потому что горка мягкая, нужно удержать баланс, у Лизы это получается. Правда, специальные обуви, но получается. Это здорово. Занятия проходят по специальной программе, через игру. Каждое упражнение нацелено на разработку мышц и суставов. Среди многочисленных достижений Лизы после пройденного курса реабилитации – умение раскрывать пальчики и даже отталкиваться ими. Четыре, молодец. Раз, два, три, четыре. В комплексном центре социального обслуживания Лиза прошла уже пять занятий из 18. По словам инструктора Раисы Рочевой, прогресс наблюдается каждый день. Чувствуешь отдачу. Девочка смотрит тебе в глаза. Она пытается понять, что ты от неё хочешь. Когда первый раз я поворачивала ей головушку, она с непониманием и недоверием, наверное, думаю так, это выполняла. Сейчас она следует за этим движением. Это меня радует. Также мне нравится, что она выполняет то, что я ей предлагаю – ходить, сидеть, двигаться. Она с упоением выполняет эти движения. И девочка говорит много, развивается. В перерывах между занятиями Лиза не может усидеть на месте. Мир, который она теперь познаёт стоя и передвигаясь, полон открытий. Ты гулять-то пойдёшь? Да. Пойдёшь? Конечно. Да, конечно. А где ты будешь гулять? Где ты будешь гулять? Не знаю. Не знаешь, где будешь гулять? Наверное, на площадке? Нет. Нет? А где? Просто будешь по городу ходить? Да. Конечно. Конечно. Такая погода хорошая. Грех дома сидеть, правда? Да, надо ходить гулять. А ты спросил, куда я пойду? Куда я пойду? Я пойду на работу потом. Пойду на работу писать про тебя сюжет. Ну. Ну, ну что? Ты уже звезда стала у меня. Почему? Потому что ты классная. Да. Да, про такие девочки ты надо рассказывать. Впервые историю Лизы мы рассказали неделю назад. За это непродолжительное время, признаётся мама девочки Асия, Лизой сделаны огромные шаги в развитии. Сейчас она уже не боится. Ей не страшно. Она понимает, что от неё требуют. И когда она сама чувствует результат, когда начинает чувствовать свою равновесие, у неё такой восторг и такое желание снова и снова повторить. Порой, когда занимаемся, бывает, там по 30 минут дома, да, по 40 минут, у нас занятия своё, 40 минут домашнее задание идёт. И когда мы выполняем его, Лиза говорит, не надо, мама, не снимай мне мои туфельки, я ещё хочу, я ещё хочу заниматься. И для меня вот эта вот большая радость. И в то же время я понимаю, что всё, мы уже к финишной прямой приближаемся. Финишная прямая – очередная поездка в столичный центр реабилитации. Асия планировала поездку на сентябрь, но благодаря помощи жителей округа, которые перевели на лечение Лизы и даже приносили домой денежные средства, организовать поезд удалось уже в июле. Ещё люди нам сейчас помогают. Я безмерно вот хотела бы сказать слава благодарности. Я очень благодарна всем, кто нам помог, не только родственники, знакомые и близкие, но и абсолютно чужие люди, кого я не знаю. Огромное спасибо. Я очень надеюсь, что нам в центре помогут. Мы продвинемся дальше, мы действительно будем ходить без опоры, свободно, без поддержки. И огромное спасибо за сообщение. Действительно, вот они очень-очень трогают за душу. Я и читала Лизе, и мы и плакали, и действительно нам писали, ни в коем случае не сдавайтесь, идите до конца, идите вперёд, помогите Лизе. Привет Лизе передавали, что она такая у нас молодец и умничка. И очень приятно, я просто очень тронута. Спасибо большое за такое понимание, за такую мощную поддержку. Я, честно, не ожидала, что так много людей откликнется. Огромное спасибо. В Москву Лиза отправится 29 июля, а домой вернётся 25 августа. В центре Лиза отметит свой день рождения. 17 августа ей исполнится три года. Помощь, которую оказали неравнодушные жители округа, станет для девчонки лучшим подарком. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.